Научно-производственный комплекс Дедал, предприятие бизнес-направления системы безопасности, блока безопасности госкорпорации Росатом является постоянным участником форума армии. И в этом году мы, естественно, не могли не порадоваться наших заказчиков как новинками, так и серийно выпускаемыми на нашем предприятии, получившим положительные отзывы заказчика изделиями. И я предлагаю начать знакомство с нашей экспозиции именно с новинки. В качестве изделия, о котором мечтает заказчик, мечтает причем много лет, изделие, которое, с одной стороны, отражает нашу тенденцию к интеллектуализации технической охраны, а с другой стороны, решает вопрос, где интеллектуализация обслуживающего персонала. Это изделие наконец-то появилось, и наконец-то мы рады его показать на форуме «Армия-2019». Изделие с очень красивым техническим названием «Вибромагнитометрическое средство обнаружения нарушителей ДРОСТ». Работает оно следующим образом. При перемещении в магнитном поле Земли обычного провода P274M возникает сигнал тревоги, который обрабатывается специальными алгоритмами, заложенный в аппаратной части прибора, и выдает сигнал тревоги. Сигнал тревоги передается по радиоканалу, кроме этого, система еще имеет автономный источник электропитания. Но самое главное в этом изделии то, что оно позволяет получить рубеж абсолютно необслуживаемый. Оно работает в сложных метеоусловиях, это раз, минус 50, плюс 50, но это еще не все. Изделие, как вы видите здесь, оно позволяет, допускает, что участок может быть завален снегом. Он может быть, например, с плющом, как вы видите здесь, в полный рост изделия. Кроме этого, еще допускает то, что здесь может быть трава, как в известной песне, трава по пояс. И все это необслуживаемо, и все это будет работать, в том числе с наложением в виде сложных метеоусловий. И сейчас попросим начальника научно-исследовательского отдела Львова Дениса Геннадьевича, одного из разработчиков этого изделия, продемонстрировать на примере, как же работает изделие. Он, конечно, относится к категории нарушителя подготовленной осведомленной, но он сейчас делает вид, что он не знает, и первый раз встречается с этим изделием, и попробует, как обычный нарушитель, сделать преодоление этого рубежа. И мы посмотрим, удастся ему или нет. Денис Геннадьевич, попробуйте, пожалуйста, преодолеть заграждение. Мы видим, что не удалось ему ее преодолеть. Мы получили сигнал тревоги на выходе, который уже сейчас, пока мы ведем с вами этот репортаж, поступил за буквально несколько секунд по радиоканалу, который позволяет реализовать мониторинг удаленных площадок, удаленных на расстоянии до 30 километров, и с питанием, соответственно, солнечных батарей. Солнечная батарея сейчас находится за этим шкафом. Полный жизненный цикл разработки изделия реализовано на нашем предприятии. И еще одна особенность изделия ДРОСТ, вибромагнитометрического средства обнаружения заключается в том, что это изделие может быть установлено на заграждениях, которые уже имеются на участках, например, на участке госграницы, на изделиях с высокой степенью износа. Таким образом, здесь решается сразу несколько задач. Если говорить про интеллектуализацию, это тот тренд, который мы развиваем, и за нами закреплено направление интеллектуализации, системы физической защиты, то мы предложили заказчику, и уже этот проект реализуется в стадии исследовательских испытаний, вибрационное средство обнаружения на основе нейросетей. Но об этом мы поговорим на следующем форуме, и, скорее всего, это будет Интерполитех, когда мы увидим презентацию этого продукта. Пока мы говорим про интеллектуализацию за счет реализации тех принципов, тех положений и тех технических решений, которые мы увидели сейчас в работе. Развивая направление охраны протяженных рубежей, в том числе государственные границы, нашим предприятиям за короткое время, в течение первого полугодия, была реализована мечта заказчика, тоже мечта заказчика, которая стала, благодаря нашим разработчикам, реальностью. Это сопряжение оптико-электронного модуля Кивер, это двухспектральная система видеонаблюдения, которая позволяет вести наблюдения днем и ночью, круглосуточно, круглогодично, в сложных метеоусловиях, благодаря двум каналам, тепловизионному и телевизионному, по тепловизионному каналу, и везде, кстати, по тепловизионному и по телевизионному, работает видеоаналитика собственной разработки, дальности, которые мы получили, это 4-5 километров по человеку и 8 километров по транспортному средству. И теперь, благодаря нашим разработчикам, у заказчика появилась возможность сделать сопряжение средствами обнаружения маскируемого типа, это могут быть протяженные, либо точечные средства обнаружения, таким образом построить так называемые рубежи раннего обнаружения, или превентивные рубежи, которые позволяют по сигналу от средства обнаружения, они представлены, кстати, точечные на вот этом стенде, по сигналу от средства обнаружения, навести в автоматическом режиме оптико-электронный модуль на сработавший участок. И, естественно, информация, как вы понимаете, сходя из того, что вы видите здесь антенны, передается по радиоканалу, по высоконадежному радиоканалу, всепогодному, также на расстоянии до 30 километров. И, естественно, видеопоток от этой двуспектральной системы также передается по радиоканалу. Кроме этого, опять же, в этом году нами было реализовано сопряжение с радиолокационной системой, таким образом это уже получилось уже не двухспектрально, а я бы назвал мультиспектральная система раннего обнаружения нарушителей, который также решает задачи разных заказчиков на разных объектах, в том числе в сложных метеоусловиях. На данном стенде представлен автономный пост технического наблюдения «Гренадер», который изготавливается в нашей компании в течение многих лет, в шести вариантах. Изготавливается серийно, уже имеет несколько вариантов исполнения. Мы имеем целый модельный ряд автономных постов технического наблюдения. И в этом году мы наконец-то приступили к реализации очень интересной идее для защиты северного морского пути, для защиты территории, где имеется высокий ветровой потенциал. Это проект, который называется «Мушкетер». Он находится в стадии окр, и я надеюсь, что к следующему форуму мы армия, то есть через год, который будет, мы порадуем уже каким-то макетом или опытным бросом. А может быть, если мы уложимся, то мы уже поделимся результатами опытной эксплуатации этого изделия, предназначенного для эксплуатации в сложных районах северного морского пути и других районах, где действительно сложные условия и техника, которой мы сейчас и наши конкуренты поставить не подходит. На данном стенде представлены еще один модельный ряд наших изделий, еще один модельный ряд наших изделий в области маскируемых средств обнаружения, но они уже распределенные. Данной технологией обладает научный производитель комплекс «Дедал», он развивает эти компетенции в течение уже 20, наверное, 5-30 лет. И кроме решения задач раннего обнаружения нарушителей, транспортных средств, очень интересное применение этой технологии для защиты, вы видите здесь, для защиты магистральных продуктопроводов от несанкционированных врезок. Мы здесь конкурируем с основными разработчиками подобных технологий и решений по ряду параметров, таких как тактико-технические характеристики, ценовые, стоимостные характеристики. Мы сейчас находимся на объекте сразу нескольких заказчиков. И опять же, я так уже приглашаю, приглашаю всех посетить следующий форум «Интерполитек», который у нас будет этой осенью. Мы уже покажем практическое воплощение этой идеи, которую вы видите здесь, на этом замечательном стенде. Двигаясь от основного нашего заказчика, лица пограничной службы, к Министерству обороны, есть предложение по защите акваторий от подводных диверсионных сил и средств. Данное изделие, оно входит в состав модельного ряда бонусетевых заграждений, в котором представлены, кроме бонусетевых заграждений, еще и ворота для прохода плавсредств. Эти изделия уже установлены на ряде объектов топливно-энергетического комплекса. Значит, мы сейчас попробуем с вами сымитировать проникновение нарушителя под водой, и мы посмотрим, сможет ли данное средство, которое не просто представляет из себя несколько тонн железа, оно на самом деле интеллектуализировано за счет того, что снизу есть не просто кольчужная сеть, как в прошлой версии этого изделия, она представляет из себя сигнализационную сеть. И я попробую сейчас, воздействуя, имитируя воздействие водолазам на сеть, дать сигнал тревоги. И мы смотрим, на армию оператора идет не просто сигнализация о том, что есть воздействие и факт проникновения, но мы видим также локализацию места проникновения, а именно под водой. Я попробую сейчас имитировать воздействие на верх заграждения, где тоже находится сигнализационное вооружение, и мы видим, что также сигнал тревоги поступил на систему сбора и обработки информации, и также визуализируется на экране оператора. Теперь оператору понятно, с какой стороны и в какой зоне происходит проникновение на охраняемый объект, на охраняемую акваторию. Почему именно такое решение мы предлагаем? Дело в том, что участили случаи применения беспилотных подводных аппаратов, которых уже не остановить классическими способами. Их, конечно, можно обнаружить до сих пор гидроакустическими средствами. И на отдельном стенде совместно с технополисом мы предложили решение, которое мы назвали «Эшелонированная система активной защиты акватории Гардемарин». Да, там представлены разные гидроакустические средства по принципу зональные, рубежные, средства предупреждения или активного воздействия. Но средства, например, с средствами существующими воздействия уже не остановить подводных аппаратов. Подводных пловцов можно остановить, то есть биообъекты. А если это, например, рой подводных аппаратов, работающих по определенным алгоритмам, их уже не остановить. Вот для таких задач, для решения возникающих угроз по защите акватории объектов от подобной модели нарушителей применяются бонусетевые заграждения. Они могут быть, еще раз повторю, обычными, они могут быть сигнализационными, они могут быть даже, они могут даже эксплуатироваться в сложных районах, в замерзающих акваториях. Для этого тоже есть решение. Вы можете ознакомиться на нашем сайте dedal.ru и модельный ряд, он также вот представлен на данном плакате. И вот, наконец-то, мы приближаемся еще к одному новому для дедала и рынка систем физической защиты направлению, которое называется комплексные компьютерные тренажеры тактической и технической подготовки. И об этом направлении нам расскажет лауреат государственной премии, генерал-майор запаса, кандидат военных наук, Безбородов Вячеслав Георгиевич. В декабре 2017 года Росатому было принято решение об открытии нового направления в дедале это интеллектуализация технических средств охраны. В рамках этого направления за этот период достаточно много сделано интересных работ. Прежде всего, это реализация комплексных проектов, которые бы нам эти интеллектуальные системы внедрили. Прежде всего, конечно, это технологии. То есть новые технологии. У нас сегодня существуют 3D-технологии, технологии геоинформационного анализа геоинформационных систем, системы альтернативной энергетики, ветра и солнечной энергетики. Развиваются системы дилетального воздействия и целый ряд других технологий, которые позволяют нам выходить на комплексные проекты. Комплексные проекты у нас сегодня ведутся по созданию такой обучающей новой интеллектуальной обучающей среды. Мы сделали электронно обучающий комплекс для системы САПСАН. Это периметровая система, быстро развертываемая система. Вот вы сейчас видите фрагменты, видели 3D-фрагменты этой системы. Она включает в себя 3D-модель объекта охраны с нанесенным на нем системами защиты и охраны, включает комплект документации в электронном виде, систему тестирования и систему поддержки принятия решений. Этот проект нам позволил выйти на конкурс, мы выиграли конкурс у заказчика технической Академии Росатома по созданию обучающей системы на основе 3D-виртуальной дополненной реальности. К концу года мы сделаем, надеюсь, интересный комплект, который в 3D-формате позволит нам проводить развертывание и анализ систем технических средств охраны. Следующий блок, который у нас в этом направлении развивается, это комплексные компьютерные тренажеры тактической и технической подготовки. Подчеркиваю, и тактической, и технической, это комплексные тренажеры. Мы получили технические задания Росгвардии, техническое задание от 12-го главного управления на создание этих тренажеров. Это уникальные системы, которые пригодны не только для обучения, но и для применения, для реального применения. Они нацелены на внедрение системы искусственного интеллекта. Это система различного вида моделирования. Это боестолкновение нарушителей и защищающихся. Это полисенсорное воздействие на обучаемых. То есть это такой современнейший комплекс. Мы эти комплексы сегодня на базе готовых наших продуктов вставим на объекты, которые нам указал уже 12-й глав Кминобороны и Росгвардия и будем совместно с ними отрабатывать. Что важно, мы включили сюда механизм использования учебно-научных род и Министерства обороны, и Росгвардии. Вместе с ними уже наши программные обеспечения, наши разработчики и их пользователи вместе будем создавать вот эти комплексные компьютерные тренажеры, которые действительно являются, будут являться уникальным явлением. Следующее развитие этого направления это наше сотрудничество с технополисом Эра. Технополис Эра, вы знаете, это элита российской армии расшифровывается. Мы там сейчас развертываем эшелонированную систему защиты акватории. Эта система включает несколько эшелонов нарушения нарушителей и подводных и надводных. Это радиолокационная система, это система оптико-электронного видимого инфракрасного наблюдения, следующий эшелон, эшелон, дальше эшелоны идут гидроакустические, рубежные, зональные, система уже как бы воздействия на нарушителей следующий этап и система бонусутевых заграждений. Этот комплекс планируется сегодня основой для создания проектной группы в Технополисе Эра, которая именно по тематике технических средств охраны, систем физической защиты, куда можно было бы привозить, отрабатывать новые технологии. Мы видели здесь на выставке присутствует экспозиция Технополиса Эра, она действительно уникальная наработка есть, и мы хотим создать там проектную группу, а дальше развить ее в центре компетенции по системам физической защиты и акваторий, куда, конечно, мы хотели бы, чтобы вошли прежде всего предприятия Росатома, которые профильные в этой области, ну и, наверное, и другие предприятия тоже. Поэтому вот такие направления интеллектуализации сегодня мы рассматриваем и делаем, они могло сложиться впечатление, что больше нацелены на обучение, но это не так, они нацелены на и обучение, и применение реальных систем. Ну, сейчас я хотел продемонстрировать фрагменты такой интеллектуальной системы защиты объектов. Это сделано на гипотетическом объекте, сделана его 3D-модель этого объекта, 3D-модель этого объекта сделана. 3D-модель она нужна для того, чтобы человек, принимающий решение, мог в привычном для него виде воспринять эту информацию, потому что 80% информации вообще человек употребляет через органы зрения. Вот прийти сюда, прийти сюда к этой камере, посмотреть, что это, получить ее характеристики, это как бы обучающий момент. А когда я говорю о моменте применения систем, я хочу сказать, что здесь эти датчики, все сигналы от этих датчиков, они интегрированы с системой 3D. То есть, когда что-то происходит в этом, допустим, месте, то система прилетает сама. Вот вы представляете себе, что, допустим, на командном пункте сидит оператор, то что-то произошло, вот, ну, допустим, здесь на металл обнаружитель, то он мгновенно приходит в эту точку на своем 3D-изображении, у него высвечивается то, что нужно, он должен сделать, поддержка принятия решений, высвечиваются характеристики того средства, которое обнаружили, в общем, высвечивается любая та информация, которая нужна. Сюда стыкуются различные источники информации, это видеокамеры, это сигнальная система, это беспилотные летательные аппараты. То есть, фактически, мы создаем систему охраны, которая интегрирована с 3D-моделью. С 3D-моделью, то есть, это 3D, как бы, это подложка, причем она динамичная подложка, это не, как бы, из папье, большие сделанные объекты. Мы можем здесь, видите, свето-теневую обстановку моделировать для различных широт, различное время. Мы можем посмотреть, допустим, кто-то использует солнечные элементы, ему важно понять, сколько времени это будет подзаряжаться или вообще не будет подзаряжаться. Это позволяет нам перемещать эти объекты в пространстве, расставлять их туда, куда нам это надо. Когда мы приходим на какой-то позиционный район, мы можем заранее спланировать, расставить это все, посмотреть зоны действия, зоны видимости, зоны стрельбы, различные параметры, другие посмотреть. В пространственном виде это все делается достаточно быстро, удобно, главное, что это полезно. Следующий блок это моделирование боестолкновений. Мы можем расставить здесь группы нарушителей, привязанные конкретно к местности, расстановка наших сил и можем моделировать действия. мы сейчас на этапе создания, завершения создания 3D-моделей. 2D-модель у нас есть этих боестолкновений. Мы хотим сейчас сделать, и надеюсь, что в конце года мы сделаем 3D-модель, когда это будет реальная картинка, задаваемая под различные сценарии обучающих. Либо это реальная обстановка, которую наблюдать сегодня будет оператор. Вот вы видите, здесь определенные фазы. Здесь прибыли нарушители на своих машинах, заданные точки обучающим. это одна из машин, это отвлекающая группа прибыла, это основная группа, это мы тоже взяли геопатетические объекты, со стороны леса входит эта группа отвлекающая. Отвлекающий маневр был, зажигающие устройства брошено, и штаб, в штаб, сюда соответствующие действия пожарных служб, это пожарная машина, дальше пожарные работают уже по погашению этого пожара. Это нарушитель, который уничтожает видеокамеру, и об этом сигнал, естественно, приходит на пульт управления. Это они прибыли на территорию объекта, срабатывает система о том, что они прибыли, выход нашей группы быстрого реагирования, дальше группа по патрулированию внешнего периметра, это нарушитель устанавливает взрывчатку под заправочную станцию, ну и дальше уже победные реляции, мы захватываем одного нарушителя, потом другого, потом третьего, потом третьего. вот такая модель, она позволяет с одной стороны обучать, а с другой стороны, еще раз я говорю, самое главное, наверное, это то, чтобы это будет в реальном применении. Мы хотим сегодня максимально быстро сделать комплекс, который можно было бы поставить уже на КПП, на КПП, то есть там, где идет вход в объекты, то есть это фактически будет система 3D интегрированная сигналами и с системой поддержки принятия решений. Для начала, может быть, это будут простые рекомендации из его инструкций, а дальше, конечно, это будет более сложная система. Кроме вот этого 3D-моделирования, конечно же, здесь, в этом обучающем тренажере есть комплект документации, который обязан знать каждый, кто обучается, это общие документы, это конкретные документы, то есть вся база данных по документации, структурированная в электронном виде, она присутствует, всегда можно вызвать тот комплект документации, который нужен. Следующий блок, который здесь присутствует, тоже он важен и для тренажера, и для реальной боевой жизни, ну, скорее, обеспечивающей жизни, это 3D-поддержка системы технологических процессов, то есть вот это реальный комплекс, один из реальных комплексов, который нами поставляется у войска, показывается, как его собирают. Это конкретное обучение тому, как собрать периметровую систему ограждения. Вот когда к нам приезжали офицеры, эксплуатирующие войсковых частей, мы им показали на нашем полигоне вот этот ролик, не ролик, это живая система, сейчас мы показываем, это не видеофильм, это оператор реально перемещает картинки, он реально показывает то, что делает, то, что и раньше было в 3D-динамике. Так вот, эти офицеры, когда посмотрели, как это все собирается, они вышли на наш полигон и совершенно самостоятельно собрали эту конструкцию. И у них были такие, я скажу, эмоциональные отзывы, что это великолепное программное обеспечение, новых идей вашей светлой головы, вот такие, то есть от души говорили, так просто такие слова не придумаешь, значит им действительно понравилось. Поэтому вот этот комплекс как раз отрабатывается, позволяет быстро собрать, разобрать конструкцию, это уже какая-то техническая поддержка. Ну и, конечно, обязательно сделана здесь система тестирования. Очень много вопросов, много разных ответов, и здесь слушатели получают соответствующие оценки. Вот видите, здесь она разных типов эти системы тестирования, какая удобнее в данном случае, такая, какая и применяется. И еще я хотел сказать об одном направлении интеллективизации, это когда мы делаем эти технологии для систем защиты, очевидно совершенно, что инструментарий может годиться и для гражданских целей. Причем интеллектуальных таких конкурентоспособных систем. Вот сейчас мы подписали соглашение и будем реально работать с каналом имени Москвы. Мы предлагаем им 3D-модели, мониторинг личного транспорта, система охраны их объектов. Вот целый ряд таких интересных проектов. И есть еще один проект, который мы сегодня был показан, или на этой выставке был показан на технополисе Эра, на их экспозиции. Мы совместно с этим технополисом Эра, еще раз повторяю, это технополис элита российской армии, мы с ней сделали проект, который называется Т-34 лучший танк мира. Значит, смысл этого проекта, сейчас он будет показан, смысл этого проекта в том, что молодежь, прежде всего молодежь, с помощью мобильных приложений. Он скачивает наше мобильное приложение к себе на компьютер, на iPhone, или на Android и iOS, практически на любой, на любой телефон или планшет. Скачивает наше приложение, идет к памятнику Т-34, крути, идет к памятнику Т-34 и собирает информацию, делает фотографии, причем оценивает, добавляет туда сведения, полученные с интернета, других источников информации, наполняет эту систему данными, данные о состоянии памятника прилегающих территорий. И вот на карте отображается вот это каждый зелененький значок, это, верни, пожалуйста, не спеши. Вот каждый зелененький значок, это танк. Конечно, далеко не все это танки, мы их много еще, мы только начали этот проект, и когда мы нажимаем на этот символ танка, мы получаем данные. Это фотографии, это какие-то исторические события, сюда подключаются и панорама, как вы видите, сюда можно подключить 3D-модели. Самое главное здесь, может быть, в том заключается, что мы собираем базу данных, базу данных по одному из символов нашей победы, по танку Т-34, она электронная, она для молодежи привычная, молодежь, ходила, юнармия, собирала эти данные, чтобы было особенно радостно, А второе, что очень важно, это как бы собрали базу данных, а второе, что важно, это система позволяет обеспечить мониторинг состояния, потому что вот сейчас в последнее время большая работа проводится в поддержке в качественном состоянии памятника, но время идет, они могут, если они, может ухудшаться состоянием, поэтому здесь есть блок, который позволяет оценить состояние и балансодержателю передать сообщение о том, что есть проблема с обратной связью. То есть, вот это вот очень интересная такая система мониторинга фактически состояния, она долгоиграющая, этот проект сейчас, по нашим данным, поддержан министром обороны и надеюсь, что он будет развиваться. Мы бы хотели в 75-летие нашей Великой Победы закончить этот проект и дальше его тиражировать, потому что есть инструмент, дальше на очереди символы Победы Катюша, пушки ЗИС-5 и муштурмовик Л-2. Здесь памятные места ветеранов Афганистана, памятные места десантников, медиков, журналистов военных. Вот эта база данных позволяет вообще-то создать уникальную совершенно картину минувших наших дней и создать уникальную память, причем память с участием молодого поколения, который потом будет говорить вот этот памятник я сделал, я фарфировал, это мой вот мой значок, это очень важно, чтобы молодежь это чувствовала. И потом в электронном виде это все действительно здорово, потому что здесь есть и фильмотека подключена, и мы хотим проект развивать дальше. Поэтому, когда мы говорим про интеллектуализацию технических средств охраны в Дедали, она понимается нами в широком смысле слова, это и технологии, это и комплексные проекты, это и новая нормативно-правовая база, которая стимулирует развитие инноваций. Наверное, мы будем предлагать какой-то интеграционный процесс, создание кластера по техническим средствам охраны в рамках Росатома. То есть много интересных таких инновационных решений, которые рождаются сегодня из того, казалось бы, простого, небольшого решения Росатома, которое состоялось в ноябре 2017 года. За это время я не все рассказал, но основного я успел сказать. Во всяком случае, много интересных проектов, которые сегодня в стадии либо развертывания, либо уже завершенные, но еще больше, конечно, на перспективе. Основная цель проекта в обличении молодежи в работу по выкреплению памяти о самом массовом танке Великой Отечественной войны. Макет сайта был создан непосредственно операторами научных род совместно с юнормейцами. Программная платформа позволяет хранить и интерактивно отображать на карте танки Т-34, входящие в состав музейных экспозиций и мемориальных комплексов. Также программная платформа позволяет координировать большое количество участников, которые непосредственно на местах через мобильное приложение добавляют информацию. Созданная программная платформа имеет хороший потенциал для масштабирования на другие образцы военной техники и мемориалы памяти героизма нашей страны. Если рассказывать более детально о проекте, то есть проект был запущен в крайне сжатые сроки и в первую очередь нам хотелось на данном этапе создать и проверить платформу, которая позволила бы участвовать в проекте большому количеству людей, чтобы он реально был масштабируемым. За пример мы взяли Т-34, поскольку это танк-солдат, он очень массово выпускался и это танк, который реально пережил свою войну, для которой он создавался. То есть он до сих пор участвует в некоторых регионах, в некоторых боях. А в итоге мы создали такой, ну, конкретно сейчас вы видите сайт, который как графическая оболочка, точнее это даже макет сайта, он требует еще более детальных доработок. Также вот, как показано на экране, мы попытались проверить возможность более интерактивного отображения информации не просто посредством фотографии, а создания таких вот виртуальных туров. Также мы постарались несколько заморочиться с классификацией, чтобы это не просто были текстовые поля, а также была возможность при наличии данных, допустим, о заводском номере, о заводе-изготовителе. Это, к сожалению, не всегда очень просто найти, а скорее практически всегда сложно найти. и в том числе классификация по техническому состоянию самого танка и экспозиции, в которой он состоит, чтобы в будущем можно было интерактивно отображать на карте и видеть те проблемные объекты, для которых требуется реставрация или уборка. Докладывает старший оператор научной роты Ефредер Лентьев. Представляю вашему вниманию эшелонированную систему активной защиты акватории Гардемарин. Данная система предназначена для обнаружения, сдержания, а также противодействия несанкционированному проникновению на охраняемые объекты подводных и надводных нарушителей. В состав системы входят зональные и рубежные средства гидроакустического обнаружения подводных пластов и пласт-средств, средства активного воздействия и предупреждения, а также мультиспектральная система видеонаблюдения с интеллектуальной видеоаналитикой. В данном проекте совместно с научно-производственным комплексом Дедал выполнял работу по совершенствованию системы обнаружения и селекции целей путем улучшения алгоритма распознавания изображения. В дальнейшем данная система планируется к установке в акватории Технополиса и после натурных испытаний и возможных доработок рекомендованного к внедрению в Министерство обороны Российской Федерации. Данная система работает следующим образом. Нарушитель попадает в зону действия зонального средства гидрокуртического обнаружения. Далее при подтверждении средства гидрокуртического обнаружения рубежного включается активное средство предупреждения а также воздействия следующим образом. возникает звук тем самым предупреждая нарушителя что он попал в защищенную зону. В дальнейшем при приближении нарушителя к сооружению звук усиливается тем самым влияя на его организм. Ему приходится всплывать. Перед вами средство активного воздействия предупреждения амулет-П. Радиус действия 200 метров. Подаваемый звук от 500 до 1500 гиггерц. Данное средство включается при обнаружении противника двумя средствами гидрокуртического обнаружения. Включается и влияет тем самым на пловца. Влияет на организм, на слуховой аппарат.